Друзья, приветствуем вас на канале Animal Rescue, подпишитесь на канал, а мы начинаем. Жил-был фермер по имени Джон, который большую часть своей жизни проработал на своей семейной ферме. Он любил каждый аспект этого дела, от обработки почвы до выращивания скота. Но однажды случилось то, что заставило его кричать так, как никогда раньше. Это было обычное утро на ферме, когда Джон пошел проверить коров на пастбище. Он заметил, что одна из его коров, красивое коричнево-белое пятнистое существо, выглядела особенно неловко. Джон уже видел это раньше и знал, что это значит. У коровы начались схватки. У Джона родилось много телят за эти годы, но этот процесс всегда сопровождался некоторой тревогой. Он наблюдал, как корова пыталась родить, тужись и напрягаясь изо всех сил. Джон затаил дыхание, ожидая прибытия теленка. Наконец, после того, что казалось вечностью, появился теленок. Но это был необычный теленок. Как только Джон это увидел, он издал леденящий крик, который был слышен на всю ферму. Теленок не был похож ни на одного другого, которого он когда-либо видел. Вместо хвоста у него был длинный тонкий придаток, похожий на щупальца. И его глаза. А его глаза, они были не похожи ни на что, что Джон когда-либо видел раньше. Они светились ярким, почти небесно-голубым светом и, казалось, заглядывали глубоко в его душу. Красивый черно-белый окрас теленка с цифрой похожую на семь бугал. Будто это что-то должно означать. Джон не мог поверить в то, что видел. Он отшатнулся назад, чуть не падая от шока. Тем временем, корову, казалось, не волновали необычные странности теленка, только что вышедшая из ее тела. Она ласково лизнула его, как будто это был совершенно нормальный теленок. Мысли Джона метались, когда он пытался осмыслить то, что видел. Ему было интересно, спит ли он или сошел с ума. Он протер глаза, надеясь, что когда он снова их откроет, теленка уже не будет, и все вернется на круги своя. Но нет, теленок все еще был там, глядя на него своими навязчивыми голубыми глазами. Сердце Джона колотилось, а мысли метались. Он даже не мог подобрать слова, не говоря уже о том, чтобы думать о том, что делать дальше. Только когда его жена вышла на пастбище, чтобы посмотреть, из-за чего весь этот переполох, Джон смог выйти из оцепенения. Он указал на теленка, запинаясь, объясняя, что он видел. Его жена, всегда практичная, взглянула на теленка и расхохоталась. «Джон», — сказала она, — «ты видел много телят, родившихся на этой ферме, и все они были совершенно нормальными. Заботиться о нем так же, как и о любом другом животном на этой ферме». Благодаря бодряющим словам жены Джон наконец смог успокоиться. Он понял, что, несмотря на странный вид, теленок был здоров и полон жизней. И действительно, это было все, что имело значение. В течение следующих нескольких недель теленок стал сильнее и подвижнее, и Джон обнаружил, что все больше любит его. Он даже дал ему имя Блю из-за его завораживающих глаз. Хотя он все еще не мог поверить, что такое странное существо родилось на его ферме, он знал, что должен позаботиться о нем. Когда Блю подросла, Джон заметил, что это необычный теленок. Он был невероятно умным, обучаясь чему-то с невероятной скоростью. Казалось, оно понимало все, что ему говорил Джон, и часто реагировало по-своему. Джон не мог не испытывать чувство гордости за свое странное маленькое создание. Однако, как бы сильно Джон не любил Блю, он не мог не испытывать чувство беспокойства всякий раз, когда смотрел на него. И переживал из-за цифры 7 на голове теленка. Он знал, что другие люди сочтут Блю таким же странным и тревожным, как и он сам, когда впервые увидел его. Он беспокоился, что люди могут подумать, что он сумасшедший, или что теленок – какая-то неестественная мерзость. Несмотря на свои опасения, Джон продолжал заботиться о Блю и относиться к нему, как к любому другому животному на своей ферме. Но по прошествии месяцев он не мог избавиться от ощущения, что что-то не так. Он становился все более и более одержим Блю, проводя все свое время с теленком и пренебрегая другими своими обязанностями. Однажды 7 мая 2007 года жена Джона нашла его в сарае, свернувшись калачиком рядом с Блу и шепча ему на языке, которого она не могла понять. Она попыталась поговорить с ним, но он, казалось, был полностью поглощен своей одержимостью теленком. Казалось, он даже не узнал ее. Обеспокоенная и напуганная жена Джона позвала на помощь. В конце концов, Джона доставили в больницу, где диагностировали тяжелое психическое заболевание. Стресс от встречи с Блю, странным теленком, что-то спровоцировало внутри него, заставив его стать бредовым и одержимым. В конце концов, Джон так и не смог вернуться на свою ферму. Остаток своей жизни он провел в психиатрической больнице, преследуемой воспоминаниями о странном теленке, который забрал его жизнь. Цифра из 7 на голове теленка была предсказанием для Джона, что в тот день он сойдет с ума, мистическим образом. Скорее всего нужно было продать животное, а не уделять все свое свободное время, будто бы теленок был чем-то большим, чем необычное животное. В любом случае эта история странная с долей мистики, но в нашей жизни всякое бывает. Поддержите нас лайками, подписывайтесь, а мы будем вас удивлять интересными историями. Субтитры создавал DimaTorzok